Уважаемые коллеги, представляем вашему вниманию доклад на тему клинический случай рецидивирующего перикардита. По статистическим данным, истинная распространенность перикардитов не ясна, ввиду отсутствия специфичных симптомов, которые часто маскируются под клиническую картину других заболеваний или вовсе не вызывают насторожности как у пациентов, так и у врачей. Среди всех обратившихся за медицинской помощью диагноз составляется только в 0,2% случаев. Признаки перикардита обнаруживаются до 6% случаев на отопсиях. Смертность от перикардита в условиях стационара на фоне адекватной терапии составляет 1,1% и увеличивается у пожилых пациентов, а также при наличии тяжелых сопутствующих заболеваний и факторов риска. В большинстве случаев установить этиологию перикардита не удается. Известно, что заболеваемость туберкулезным перикардитом в разных странах не достигает 4%, а в развивающихся составляет 70%, являясь основной причиной перикардитов. Смертность при туберкулезном перикардите достигает 40%, несмотря на использование картикостероидов, клохицины и противотуберкулезных препаратов, которые по данным ряда исследований плохо проникают в перикард. Немного касаясь классификации, по течению разделяют острый перикардит, подострый перикардит, хронический перикардит, который длится более 3 месяцев, рецидивирующий перикардит, то есть тот перикардит, который возникает после разрешения первого эпизода и наличия бессимптомного периода не менее 4-6 недель. В него также входит понятие интермитирующий или перемежающийся перикардит с бессимптомными периодами без применения терапии более 6 недель и непрерывно рецидивирующий, когда прекращение или снижение интенсивности терапии приводит к возникновению рецидива менее чем за 6 недель. Перейдем к клиническому случаю. Пациентка Т поступила в кардиологическое отделение ГКБ номер 3 в экстренном порядке 12 мая 2022 года с жалобами на выраженную дышку в покое и при минимальной нагрузке, приступы удушья в горизонтальном положении, дискомфорт в груди, сердцебиение, слабость, утомляемость, отеки нижних конечностей. Из анамнеза известно, что страдает ЭБС, постоянная фибрилляция предсердия с 2014 года. В 2018 году впервые выявлена жидкость перикардии, протоколов, обследований по этому поводу на руках не было. В 2020 году выполняла МСКТ грудной клетки, где заключение перикардит, жидкость перикардии 2,08 см справа, 3,45 см слева, кардиомегалия, пневмофиброз, нижних долей, артальный координатный атеросклероз. По ЭХКГ 2020 года сепарация листков перикарда вокруг левого желудочка 2,3 см, вокруг правого 1,3 см, вокруг предсердия 1,8 см. И расчетное давление в правом желудочке 97 мм ртутного столба. С 1 по 16 июня 2021 года лечилась в кардиологическом отделении ГКБ-3 с диагнозом хронический эксудативный перикардит без признаков тампонады, по задней стенке ширина поля 2,7 см, на верхушке 0,6 см, по контуру правых отделов от 0,5 до 1,2 см, постоянная ФП, ХСН-2Б, сердечная астма, высоколегочная гипертензия, отеки, хроническое легочное сердце, субкомпенсация, выраженная недостаточность трикоспидального клапана. При выписке рекомендована консультация кардиолога для исключения первичной легочной гипертензии. В стационаре получала терапию ибупорфеном в течение 8 дней, далее был назначен преднизолон 30 мг в течение 7 дней. И терапия была отменена до верификации диагноза. После выписки пациентка принимала рекомендованные препараты, вы можете видеть их на экране. С мая 2022 года стала отмечать ухудшение состояния. Когда наросла дышка, отеки, пациентка вызвала ГСП и была доставлена в ГКБ 3 15 мая 2022 года. Известно, что пациентка не переносила инфаркты, инсульты, отрицает туберкулез, гепатиты, ВИЧ, не курит и имеется аллергия на рентгеноконтрастные препараты в виде шока. По данным объективного осмотра, общее состояние средней степени тяжести, кожные покровы бледноватые, с желтушными склерами, сколиоз грудного отдела позвоночника, тонны сердца приглушенные, ритмичные, ЧСС 92 в минуту, пульс 74 удара в минуту, давление 140 на 80. Сатурация 93, дыхание визикулярное, в нижних отделах справа ослабленное, слева с жестким оттенком, сухие хрипы в небольшом количестве. Печень плюс 2 см, отеки голени до верхней трети больше справа. План обследования вы можете видеть на экране. По результатам обследования было выявлено повышенное соя 27 мм в час, сниженный калий, СКФ 75,4, когулограмма гормона щитовидной железы в норме, додимер в норме, асла ЦРБ в пределах референса. По ЭХКГ, дилетация правых отделов и левого претердия, выраженная недостаточность трикоспидального клапана, легочная кипертензия третьей степени, давление в правом желудочке 80 мм штутного столба и жидкость перикардии по контуру правых отделов до 15 мм, по задней стенке до 30 мм. Было назначено лечение антикоагулянтами, бета-блокаторами, сердечными гликозитами и ЭБФ, мочегонная терапия, статины, кислородотерапия, ацетозоламид и преднизолон по 30 мг в сутки по схеме. По УЗИ щитовидной железы обнаружено объемное образование в левой доле размерами 25 на 14 мм. Общий объем в пределах нормы. На фоне проводимой терапии жидкость перикардии с отрицательной динамикой от 17 мая, после чего был отменен преднизолон и добавленный бупрофен в дозировке 400 мг 3 раза в день и колхицин 500 мг 1 раз в день. 24 мая повторный УЗИ контроль жидкости перикардии, где видно, что количество жидкости несколько уменьшилось. В этот же день был проведен консилиум в составе профессора Белялова, зав. отделением Ягудина и врачей отделения. Рекомендована консультация онколога для проведения пункций щитовидной железы и перикардиоцинтеза с исследованием полученной жидкости на микобактерии туперкулеза и онкомаркера. Требовалось уточнить природу выраженной легочной гипертензии с дилетацией правых отделов сердца. И так как проведение маскотен географии с учетом аллергии не представлялось возможным, было принято решение продолжить лечение колхицином. Также рекомендовано рассмотреть возможность терапии легочной гипертензии сильвенофилон 25 мг с постепенным увеличением дозы под контролем жидкости в перикарде. 26 мая выполнен этап перикарда под УЗИ-контролем, где получено 12 мл жидкости. Был исключен онкологический процесс и была исключена туберкулезная этиология перикардита. 27 мая была снова проведена контрольная эхокардиография. Давление в правом желудочке 90-113 мм рт.ст. Жидкость перикардии без значимой динамики. В этот же день пациентка была выписана. Даны рекомендации, консультация в областной больнице в кабинете легочной гипертензии, проведение ТАП щитовидной железы, проведение диаскин-теста, а также прием колхицина 500 мг один раз в день в течение трех месяцев. После выписки пациентка в течение трех месяцев продолжила прием колхицина, амбулаторно нигде не наблюдалась, и 14 января снова повторно экстренно поступила в отделение кардиологии с прежним диагнозом. На повторной эхокардиографии давление в правом желудочке в тех же значениях, но возросло количество жидкости в перикарде по сравнению с прошлой госпитализацией. За время нахождения в стационаре было выполнено и маскоте грудной клетки, УЗИ лимфоузлов, лимфоденопатии выявлено не было, проведена телемедицинская консультация с областной больницей, в заключении, что в пункции перикарда не нуждается, по УЗИ контролю от 3 февраля гидроперикард без динамики, при выписке вновь был назначен колхицин по 500 мг 2 раза в сутки и бупрофен 600 мг 3 раза в сутки с титрацией дозы до 6 месяцев. 3 февраля 2023 года пациентка была выписана, по ЭХКГ было уменьшение количества жидкости в полости перикарда, по контуру правых отделов с 25 мм до 18 мм, на верхушке с 25 мм до 7 мм и по контуру левых отделов без динамики, уменьшение дышки и был купирован отечный синдром. После выписки пациентка принимала назначенные препараты до августа 2023 года, клинически чувствовала себя удовлетворительно, 25 мая 2023 года выполнена перфузионная стентиграфия легких, умеренно выраженное снижение перфузии в нижних отделах правого легкого, вероятность тела высокая. По УФКТ и МСКТ очаговые изменения в нижней доле правого и левого легкого была консультирована к ардиологам ВОКБ. 31 октября 2023 года рекомендовано проведение КТН географии легких, но исследование не было выполнено в связи с аллергией на рентгеноконтрастные препараты. 13 ноября вновь поступила в кардиологию ГКБ-3 по экстренным показаниям с тем же диагнозом. По эхо давление в правом желудочке 80 на 110 мм штутного столба, жидкость перикарди возросла по задней стенке до 5 см, по верхушке до 4,4 см, по контуру правых отделов 2,1 см. По анализам НТПРО БНП-751, тропонин 0012 нг на мл, дедимер в пределах нормальных значений. Планировалось проведение консультации аллерголога для решения вопроса о возможности проведения МСКТН географии легких. Консультация в федеральном центре имени Алмазова. Но 19 ноября в повышении температуры до сапфибрильных значений выполнен экспресс-тест на COVID-19. Результат положительный и пациентка была переведена в областную инфекционную больницу. В заключении хотелось бы сказать, что необходимо уделять более пристальное внимание пациентам с большим количеством жидкости в перикарде. Так, в дебюте заболевания сепарация листков перикарда была более 20 мм, но отсутствовал гидроторакс, эсцит и выраженные периферические отеки. Тогда как в ноябре 1923 года в последнюю госпитализацию жидкость в перикарде достигала 5 см, возникли отеки до нижней трети бедер, отек передней брюшной стенки и асцит. При постановке диагноза перикардита необходимо назначать лечение препаратами колхицина и НПВС в полных дозах с титрацией согласно рекомендациям. Необходима преемственность ведения обследований пациента. Также ситуацию обсложняла эпидемия коронавирусной инфекции, в связи с чем диагностика и обследование проводились несвоевременно и отсутствие возможности перевода в многопрофильное учреждение для всестороннего обследования. Спасибо за внимание. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...